Ну все, давайте, девчонки, мыться-бриться и пойдем на дискотеку! Нормальные пацаны не могут припарковаться. Он стоят тут, когда вас найдут и выгодят. Он кого-то нашел, он кого-то нашел. Да, отругал, говорит, вали отсюда. Это место, оплаченное пацанами. Замочки повесили, внутри просто Тесла, вы же помните, там Тесла. Ну надо, чтоб их не своровал кто-то, я не знаю. Группа голубых мужиков. На самом деле, выглядит очень масштабно и прикольно, поразительно просто. Ааа, так это внутрь пирамиды мы это смотрим, нифига себе. Я алкоголик зовет. И место, где гангстеры отмевали свои бабки. Поэтому это все криминальные деньги. Ну ты не ждаешь. Ну ты не ждаешь. Ну давай. Ладно, тогда давайте, что. Тогда давайте, что. Поехали. 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 Энергия, да. 1,4 пацаны. Ой, не знаю. Не знаю. Сейчас, скорее всего, остановимся за одну миллю от заправки. И придется полтора километра идти пешком. за мили уже есть возможность у миши сходить это мы решили что это вина миша все остальное это просто заказать бонусом идет моим экономим время смотреть не были короче мы мы бонусом уже 09 миша при совсем чуть-чуть не я тебе экономлю 08 это бонус уже на карте уже на карте видно мобил смотри я его 12 поднял прикиньте посос 8 а давай может быть этот к занёшь сейчас педаль в пол и накатом уже докатимся 07 дано сейчас самочек можно только 06 ты видишь обравку 06 0504 ну пацаны вот дизель я вижу дизель дизельная топлива и земле есть уже значит не все более 3 сейчас надеюсь а вот же можно о я теперь виду заправной 2 круговое движение съезжаем какой вот такой круговой 700 фит 600 фит сделали это 500 фит 450 350 да я пока не считаю пока что друзья а теперь информация только для тебя если вы переехали или собираетесь переехать в америку мне интересно тема работа на пикап трак и тебе нужна работа у нас траковая компания которая называется united drivers мы ищем водителей к себе в команду в нашей команде едет уже несколько десятков овнеров и несколько десятков водителей можешь купить траки сам на нем ехать мы вам поможем освоить эту профессию зарабатывать при этом хорошие деньги с высокими грозами со своевременными зарплатами как быть в команде лучших крутых диспетчеров и получать самые вкусные лоуды с этого рынка пишите нам на почту которая находится в описании будем рады вас видеть в наших рядах такая не очень траковая заправка приходится маневрировать а вон кстати прямо смотри автор весь вон можно туда пробовать rv это rest vehicle значит это ну как они называются ну понятно почему понятно может кому-то непонятно это короче ему непонятно никому на самом деле непонятно да это машины которые вот эти знаете дома на колесах господи вот до дома на колесах вот эти американскую но до другой они все прекрасно все прекрасно все ребята короче это было мишу ска даешь ну ты не сдаешь а ну что посмотрите ребята какой потрясающий закат за моей спиной цвета просто обалденные мы на трак стопе виталик зевает драчок наш стоит оплатили парковочное место так называемые резервы паркинг спейс но мест свободных нет все занято нашли security говорим чувак ну как бы мы заплатили давай найди нам местечко то он сказал без проблем ну вас века сами понимаете желающих здесь припарковаться очень много город большой красивый скинем трейлер поедем покатаемся заселимся в отель сняли потрясающий отель называется люксор такой не знаю можете загуглить это выглядит как пирамиды которые в египте думаю должно быть прикольно погуляем посмотрим что дальше а сейчас ждем пока решится наш вопрос все время какие-то приключения ну что такое я не знаю какая херня заплатили за место и вот стоим ждем это что такое бардак приезжают люди порядочные оплачивают места и потом нормальные пацаны не могут припарковаться когда вас найдут и выгонятся вместо того чтобы в лас-вегасе гулять отдыхать веселиться где наши security не делайте так ребята приехал пацаненок говорит пацаны давайте follow me короче поход нашли нам местечко бутылку поджог подложили но бутылился чуть-чуть о о о о вот он вот он следуйте за гольф картом чем ногу вытянут крутой такой ногой едет пусть по асфальту тормозит так он далеко не уедет он кого-то нашел он кого-то нашел тылю до отругал горит вали отсюда это место оплачены пацанами они такие ну ладно уходим я уберу с дороги ограждения и теперь и паркуешься рядом с этим грузовиком прям здесь рядом с этим грузовиком мне нужно переместить полностью но потом ты припаркуешься рядом с ним все нормально протягивай туда виталь вперед короче чего не стал не стал он заморачиваться искать кого-нибудь выгонять никого не буду все пацаны ровно и они же как не платили нет неважно он нам построили местечко вся виталик сюда как встанет чувак помогает пойду ему проявлю инициативу что тебе нужна помощь давай мы хотим оставить трейлер и можешь оставить его до четырех часов мне так сказать конечно конечно проблемы нет вот чё бывает отцепим трейлер и идем в лас-вегас смотрите пацаны соорудили конструкцию потому что мы штрейлер оставляем теперь смотрите наш трейлер такой как будто тут и был такой огражденный место пути никому не достанется замочки повесили внутри просто теслы вы же помните там теслы ну надо чтоб их не своровал кто-то я не знаю но я думаю все будет хорошо завтра с утра посмотрим вот будет обидно если что-нибудь там случится вон тогда давайте тогда давайте чё поехали мировая столица развлечений и горного бизнеса вообще там пом 80 80 казино в лас-вегасе находится это прям огромные заведения а вот этих всяких маленьких игровых автоматов там их вообще не счесть никто не знает мне кажется несколько тысяч здесь невероятная красота все горит все светится едем в наш красивый отельчик луксор это отель он же казино в виде пирамиды построено ну круто выглядит сейчас посмотрим снимаем нам покажем вот что случилось к вещь что я не взял ты взял я вещь не взял а а блин чуваки такая красота смотрите вот это все люксор мы здесь будем жить офигеть как в аэропорту очередь на регистрацию в этот отель он считается такой довольно таки престижный очень забавный здесь шикарное казино смотрите все дела прям гуляйте отдыхайте бары рестораны скинули свои чемоданы ну вообще мишка как в аэропорту че за жесть смотрите к очередь на регистрацию обалдеть обалдеть время то вроде не позднее что ну точнее не ранее то есть заселение в отеле начинается с трех по моему часов вечера час ну семь наверное уже до 6 а вот и вот столько людей которые хотят за кинется но отель конечно огромный выражает размером мы взяли кстати прикольную комнату посмотрим насколько она будет прикольная типа не базовая какой-то там среднего класса посмотрим учет миша красиво тут тебе нравится ну ничего да так прикольно народу много атмосфера такая достаточно ну так сказать свободная праздничная праздничная какой сегодня праздник никакого воскресенье клёво крыша смотрите сделано видео пирамиды виталик отправили припарковать машину потому что как все сложно тут селф паркинг высади гостей чемоданы сдали ком чуваку он нам дал взамен вот такую фигню вот типа я так понимаю что на регистрации сейчас чекнут когда она значит наш номер этот мужик принесет наши чемоданы сразу в номер ну похоже как-то так но это не точно миша зачем-то не стал отдавать свои портфели я оставил стоять мишу в этой огромной очереди и что-то так хочется прогуляться посмотреть какая здесь вообще красота что тут происходит смотрите что я нашел это очень прикольно смотрите тайтаник реал артефакт true stories настоящие артефакты и история вот он такой титаник то был огромный трогать руками нельзя все за стеклом видимо были попытки он такой прям огромный ребята 300 артефактов на втором этаже секонд левел здесь короче казино смотрите сидят все что-то шпилят чувак он играет вот что там тоже какой-то кипиш все кричат очень красиво такая вообще реально бомбическая атмосфера но он можно подняться на второй этаж все посмотрим чё там ну вот это здание она выглядит как пирамида изнутри собственно снаружи также оказывается вот оно какое внутри чё тут у нас бары все бухают ухты какие-то штучки diablo store скелетики стоят мексиканские фрешок бухлишко бесплатно бриллиантики для тех кто выиграл много в казино можно пойти купить себе жемчуг фабрика жемчуга первого факта и блин и групп группа из голубых мужиков все происходит ну вы видите да поворачившись какую-то штучку что-то под зажигается что-то тут происходит давайте чуть повернем пола ничего не произошло нет что-то менялась не знаю как в это играть но немножко прикольно музыка детская история ухты а и далее вот так вот я стал барменчики скучают никто ничего не пьет просто видим еще рано на самом деле выглядит очень масштабно и прикольно поразительно просто сидят сфинксы король тут он хамон диска улинг поймите посмотрим чуть какой-то магазин египетском стиле шмотки или что это монетки засовываешь деньги что нажимаешь печатает видимо монету что ли не знаю это вот рецепшн это милая девочка нам сейчас даст ключики от нашего милого номера давай виталика разыграем плане он еще придет такой скажет пацаны а где мои вещи виталик притащил кучу вещей какой-то чемодан матрас а вы скажем и таки блин а где твои вещи мы забыли но точно это он здорово брат ты готов я тут стою зацени я тебя не вижу ты где повернись направо направо повернись это я виталик нас увидел по-русски не понимает приходится им говорить на английском сейчас мишка дожди виталик это вон он ведет давай давай короче спросим где твоя вещь у сам спросит не подожди он у меня потерял что а вон он идет какой номер у нас какой 15 15 137 подожди ты без вещей вообще серьезно а где у меня у меня только портфель и вон у миши 2 пофер как бы сильно и не надо да блин чувак ты тебе тут трое смотри как тут красиво не одуплился еще туалет не пойдешь спасибо смотри туалет наверно там какие-нибудь эти пирамиды миш подожди обычный скукотище туалет разочаровывает нет чуваки обычный туалет это не круто о май гад какая таза я потерял мишу он просто такой один ушел а где месяца не я не знаю блю или у этих он чем прикалывать ну чё у нас 15 этаж самый верхний с травой на куле уже тебе хорошо тебя и кажется я тоже чуть это мы пошли тоже пошли тоже на курицу сейчас вышло все будет там внутри написано курить нельзя снаружи можно это клит шатается страшного прикольно чуваки маркетаж и но не говорит о такие вещи это шикарный отель пойдем посмотрим видочек смотрите что из окна так это внутрь пирамиды мы посмотрим ни фига себе чуваки смотрите как забавно это то что мы с вами внизу ходили теперь мы смотрим на это сверху типа такой виталик вниз пошел такой кричишь виталик он такой чего у меня не пускают и вы чё тут без меня закрылись вы чем тут занимаетесь полотенца ой так тут вкусно пахнет ну все давайте девчонки мыться бриться и пойдем на дискотеку убежали мы какой-то барчик ирландский вот сейчас сядем чем покушаем пивасика зацепим все такое красненькое гиннесс есть миша хотел гиннесса я обожаю гиннесса а виталик триатлонист хочу ты пьешь виталик расскажи мне в течение пины уважаю только виски уважаю виски на его не пью сейчас не пью атаку ну вы поняли чуваки вы знаете если человек не пьет он либо алкоголик либо в завязке я алкоголик завязки мы заказали пиво себя виталик говорит я буду кофе он говорит какой кофе ты чё какой тебе кофе вот что он говорит какой тебе кофе ну забавно а Не, ну что, ребята, весело, 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 весело. Посидели в барчике, попили кинос, ой, как тут светло. Что, пойдем, пацаны, прогуляемся куда-то, что ли? Пойдем. Здесь, вроде бы. Пойдем на улицу. Ребят, спускаемся в какой-то секретный бургер, бункер. Нам сказали, что где-то здесь подпольное Лас-Вегасское казино. Виталик, вы объяснили дорогу, все понял. Туда только со своими пледами пускают. Туда пускают со своими пледами, без пледов туда нельзя. Я не знаю, немножко страшно, но я думаю, сейчас куда-нибудь придем. Какой-то в Лас-Вегасе, оказывается, есть подпольное казино. Ну, вообще жесть, короче. Блин, не знаю. Все казино построены в Вегасе. Это место, где гангстеры отмевали свои бабки. Серьезно? Поэтому, ну, конечно. Поэтому, это все криминальные деньги. Ты такое не поддерживаешь, да, или что? Нет. Поддерживаешь? Не, ну, как бы, адекает. Это опасно занимать какую-то позицию. Ты что, против гангстеров? Не, я не против гангстеров. Ты за гангстеров. А ты за гангстеров? Смотря за каких. Просто были очень прикольные ребята. Но я не поддерживаю то, что они убивали людей. А какие вы знаете этих американских гангстеров? Ну, а кто их не знает? Самый известный, естественно, Аль Капоне. Аль Капоне, отлично. Во времена этого сухого закона, он такой. Чикаго. В клубе Копа Кабана. Спикизи. Спикизи. Почему спикизи? Ну, когда бухать нельзя было, типа, спикизи, были такие места. Спикизи, это значит, типа, говорите тише, типа, мы здесь пьем, но никому не говорите. Типа, бухайте по тишине. Переводите на русский. Слушай, он в туалет хочет, смотрим, как держится за что-то. Как я ехал, примерно так же держался. А он тут сидит уже на туалете, смотрите. Успел. Готовы? Готовы. Давай, зараза. Не, подожди. Мультиплеер А, а, плюс один. Ну, давай, мадефака, грант. Да ладно, бля, еще раз. Не, это круто, знаешь почему? Потому что следующий выигрыш умножится уже на три. На три. Да, вот. Три. Ну, давай. Бля, это за бомбой. Ну, ой, на четыре умножить следующий выигрыш. Да ладно. Серег, с куртой. Она уж сама охотится. Ну, давай. Ну, что, выигрим миллион долларов? Ну, интересно, да? Чейка, емой. Так, так, 1200. Да ладно. Так это уже прикол, да? Это уже интересно. Ну, давай, нажимай. Типа, вот это прикольное, да? Что там? Ну, сейчас уже это невероятная ситуация, типа. Тысяча, минор. Ну, 500, серьезно. А, настолько издевалась, чтобы всего лишь столько. Ну, на 5, 2500. Типа, сколько этого долларов? 250 баксов, короче, где-то. 25 долларов. Серьезно? Мы из-за этого сколько дыркались? Из-за 25 долларов? Слушай, тут такой экшен, да, был? Ну, что, еще раз выпало колесо. Даем Виталику нажать. Давай, Виталик. С его легкой руки сейчас выиграем тысячу долларов, наверное. Ну, ой. Минор, грант, грант, серьезно? А-а-а. 7,5 баксов, Виталик. Лохотрон. Ну, на пиво хватит, ну ладно. Ой, с добрым утром. Ну, прошел этот потрясающий день в Лас-Вегасе. Смотрите, уже наступило утро, светит солнышко. Хорошо. Собираемся, валим отсюда. Виталик вон вытаскивает какие-то вещи, которые мы с собой принесли. Миша уже пошел забирать трочок. Надо быстрее ехать, нам надо выкидывать Теслы. И продолжать наше замечательное путешествие. Дальше нас ждет много интересного. Ну, что, друзья мои, заканчивается наш классный, классно проведенный день в Лас-Вегасе. Виталик стоит, ждет Мишу. Миша пошел за машиной. Хочется остаться, но надо дальше ехать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас всегда рады здесь видеть, на этом канале. Будет еще много интересного. Увидимся в следующих сериях. Пока. За больше года работы в кархолинге, за рулем, ну и в принципе, я впервые перевожу такой автомобиль. Че так в Лас-Вегасе не увидишь, ребят, это вообще. Нет предела росту профессионализма в этом деле. Вести 15 миль. Мы сейчас туда посадим нашего байкмастера.